Меня зовут Аня. Я мама особенной девочки Александры. Мы приехали два года назад из Харькова. Харьков — это город, который я очень люблю. До сих пор особенное место занимает в моём сердце, хотя я здесь. Очень красивый был до войны, очень аккуратный, украшенный клумбами, чистый. Мы очень любили этот город, но он состоял для нас, как для семьи с особенным ребёнком, со сплошных барьеров. Даже наш реабилитационный центр последний перед войной, у него не было пандуса. Кстати, как, наверное, во всех центрах, где мы бывали с Сашей, пандусов не было, лифтов никогда не было. Жили мы в Харькове в квартире. Квартира у нас находилась на четвёртом этаже пятиэтажного дома, куда мы поднимались всё время без лифта. Это стало очень тяжело. Вот так мы выходим и идём потихоньку. Потихоньку идём по лестнице. Восемь пролётов. Сердце. Сердце. Саша, мы на улице. Инвалидность Саши связана с какой-то, вероятнее всего, с какой-то внутриутробной инфекцией в самом первом три месяца беременности, о чём я не знала. Я не знала это даже, когда родила ребёнка, до четырёх месяцев в её жизни. Я считала, что у меня обычный ребёнок. Когда обычно в четыре года детки начинают держать голову, Саша не стала этого делать. Мы начали ходить к врачам, чтобы выяснить, что не так. Диагноз поставили в Украине уже где-то в годик. Это выглядит, вот для нашего человека этот диагноз выглядит как ДЦП. Но ДЦП не стоит, детский церебральный паралич не стоит у Александры в диагнозе, а стоит внутриутробный порог развития центральной нервной системы. И какие-то сопутствующие, которых много, там нарушение обмена веществ, нарушение развития замедленное, вот сейчас ей 10 лет, но она развита не на 10 лет, а вот это отставание, это тоже название диагноза определённого нарушения речи, нарушения сживания. Ну молодец, ты видишь, у тебя получается. У Саши не было ни садика, её не брали в садик. У Саши не было ни школы в Украине. Это были только развивающие занятия за наш счёт, на которые мы возили её сами, присутствовали с ней там сами, забирали её сами и оплачивали сами. Социализации не хватало мне прежде всего, конечно же, ребёнку моему. Мужу было сложно, потому что он тяжело работал. Это было физически тяжело, потому что он поднимал, опускал Сашу по лестнице с первого этажа на четвёртый, обратно возил на реабилитации. То есть вот эта вся физическая нагрузка была на нём. Думать о работе я не могла. То есть, ну, это были мечты, и всё. То есть принятия у нас, к сожалению, не было. Редкие-редкие случаи. Либо даже дети подходят, родители говорят, отойди от девочки, не трогай девочку. Ну, да, ну, боятся. Я не могу передать, что у них в головах. Я думаю, боятся, может, заразиться чем-то. Я уж не знаю. Маша. Я смотрю, трамвай в школу. Два года, что мы здесь живём, она приходит со школы. У неё такой вид, как будто всё. Вот на ней просто написано «У меня было всё». Мне хорошо. Она расслаблена. Она счастливая. Она такая насыщенная, я это называю, как персик, который созрел. Молодец! Утром меня разбудил муж и сказала Аня, война началась, вставай, поднимайся, нам срочно нужно купить воды, потому что могут отключить воду. Это первое известие. Ну, как такому не будешь рад никогда. Ну, мы надеялись, что быстро всё закончится. И это же не может быть война. Она только не с нами, не сейчас, она бывала когда-то раньше, но сейчас её быть не может. Поэтому, наверное, верилась трудом и надеялась на лучшее. До нашего отъезда, до нашей эвакуации из Харькова, мы прожили там 10 дней, и на 10-й день мы утром уехали, днём уехали из Харькова. Эти 10 дней были самыми тяжёлыми днями, наверное, в моей жизни. Вот даже если я сравню с инвалидностью Саши, да, вот что я чувствовала тогда, то если я сравню с этим ощущением войны, я понимала, что мы заперты в городе, в котором, который граничит с страной, которая напала на нашу страну, да, мне было от этого страшно. Я не понимала, куда нужно вообще бежать, что делать, и ощущения мои были очень тяжёлые. С каждым днём мне становилось тяжелее от безысходности и от ужаса. Наверное, на третий день мы узнали от свекрови моей, что погибли наши друзья. Это семья молодая и четверо детей. То есть мы просто напрягались и что-то предпринимали, когда слышали, что летит очень низко самолёт. Саша это видела, и ей становилось хуже. У неё усилились очень такие, как панические атаки, я бы сказала. Она не понимала… Ну, она сама не может двигаться, она зависит от нас. Она видит этот ужас и что мы куда-то бежим, куда-то одеваемся, её одеваем. А это надо сделать быстро. А одеть быстро Сашу невозможно. Я вот здесь в школу её собираю, у меня уходит на всё 45 минут. А нужно собраться за 2 минуты или даже быстрее. Я понимала, что я так не протяну долго. Мне надо силы на Сашу, а у меня их не было. И мы списывались с мамами таких же деток. Одна из них жила по соседству. Мы жили в одном районе, мы дружили. Оля, да. И она говорит, у меня такое ощущение, что у меня, говорит, в огороде бомбы взрываются. И многократно. Я, говорит, больше не могу. Я пойду пешком на вокзал. Уточню, есть ли для инвалидов какие-то поезда. Может, организуют что-то. Я буду там выяснять на вокзале и что-то давай решать. Давайте, может, говорит, соберёмся с нашей семьёй, их семья тоже с девочкой, с особенностями. И, говорит, может, ещё с нами кто-то поедет. Так мы собрались, сделали группу в мессенджере. Она имела знакомых в хосписе детском в Харькове. Она созвонилась с ними, говорит, может, вы посоветуете у нас инвалиды, как быть с ними. Они говорят, ну давайте у нас есть связи с польскими хосписами. Харьков и Польша. Давайте мы там найдём какие-то места для вас или как-то это урегулируем. Но мы не можем ничего вам не гарантировать. Мы не знаем, мы там не были. Ну это наши коллеги. Давайте вот туда вас вы... Не вас выведут, а вы выедите туда. Очень тяжёлое путешествие. Часть пути была без света. Нельзя было включать, потому что боялись обстрелов. Второй этап пути был от Львова до станции приграничной. Не помню, к сожалению, уже название. Где мы вынуждены были простоять часов восемь в автобусе с детьми. После двенадцати часов езды на сидячих местах в обычном вагоне с инвалидами. Со всеми людьми в перемешку с собаками, котами, детьми и инвалидами. Мы должны были после этого... Мы переночевали во Львове в больнице, которую хоспис тоже нам как перевалочный пункт организовал. С этой больницы мы поехали утром на приграничную станцию. На этой станции мы опять сидели в самом автобусе. Мы должны были там есть, там менять подвозники детям. Мы дождались вечера. И за нами приехал уже специализированный эвакуационный вагон от польской стороны к нам, где наших детей перенесли на руках в этот вагон. Положили вдоль стеночек каждого на матрас, проверили врачи их состояние. У меня есть в Польше моя давняя-давняя еще по институту знакомая, которая сказала «Аня, давайте ко мне, давайте у меня найдется место». И мы с тобой не виделись долго. Она давно эмигрировала в Польшу уже, у нее есть польские корни. Это был такой важный этап. Мы пробыли в Польше около десяти дней, чтобы просто прийти в себя, немного походить по городу, послушать эту тишину. К моей подруге этой польской приехали ее свекровь, ее подруга с сыном. И эта толпа людей уже стала не помещаться в этой квартире. Пришлось нам переселиться в нашу семью в цокольный этаж, то есть это полуподвальное, холодное, оборудованное под нас, но не для нужд особенного ребенка. Там было тяжело. И мы поняли, что муж мой сразу же начал искать работу уже в эти десять дней, потому что это привычка работать, я же должен работать. И он общался в какой-то из дней со своей коллегой, говорит, слушай, ну если у вас вы живете в подвале, и вам там невозможно с ребенком, давай вот ее вывез волонтер, говорит, давай я тебе дам номер этого волонтера, он вам поможет. Переедете в Германию, говорит, где-то, найдет вам место. И нам было неважно куда, мне было, вот я даже когда ехала, я не осознавала, что я еду в Берлин, там, в столицу. Я ехала в место, где есть какая-то квартира, нам сказали, найдется для нас. И двухкомнатная, да, но пока мы сможем там жить. Я хотела бы остаться здесь и работать здесь, чтобы дети мои имели возможность посещать школу. Школу и для сына дальнейшее образование. Я считаю, что это важно иметь жизнь, которая не только приносит качественное образование, а еще и удобно при этом, еще и дает возможность родителям работать, как-то более комфортно себя чувствовать в среде с обществом, которое не прячет своих детей от моего ребенка. Когда мой ребенок может взаимодействовать, к нему могут подойти, его не рассматривать с ног до головы в трамвае, допустим, а принимают таким, какой он есть, с особенностями. Вот, в таком обществе хотелось бы жить, хотелось бы, чтобы Хариков стал таким же. Я бы описала Сашу как очень любознательную девочку, при том, что она не может сказать, а почему, а где, а дай мне это. Она всегда так следит, она прослеживает взглядом, она так хмурит брови, чтобы что-то рассмотреть, ей всегда интересны были книги. Она любит очень занятия со своим айтокером, мы только учимся ему, но она это любит, потому что это что-то новое, что она контролирует своим взглядом, ей это нравится, она видит эту реакцию, она любит рисовать, мы это поняли в Берлине. Я бы сказала, что она человек, для которого важна семья, и эта семья всегда должна быть в ресурсе, потому что, если ты не в ресурсе, ты не можешь поделиться этим с ребенком никак, поэтому мы здесь ходим в музеи, здесь мы можем это сделать, это нам доступно. Опа! Поймали! Поймали! Класс!